В Казани полицейские провели операцию по задержанию подозреваемых в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятия проституцией. Операция проходила одновременно в 10 городах России. Помимо Казани, ряды жюри, сплаты любви, поредели в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре и ряде других городов. О результатах Айгуль Батрудинова. Айгуль, что случилось? Кем являетесь? Администратор. А к другому девушке кто? Ну я ее сменяю сегодня с утра. Удивление от визита без предварительной записи сотрудников правоохранительных органов было как работниц интим-салонов, так и у клиентов. Услуги салонов пользовались спросом в любое время. Операция по задержанию организаторов и вовлечении женщин в занятия проституцией проходила одновременно в 10 городах России. В том, чем и как там круглосуточно трудятся девушки, сомнений ни у кого не было. Представьтесь, пожалуйста. Нет. Нет. Никак не смог. Здесь чем занимались, как оказались? Чем занималась? Зачем не надо заниматься? Кроме Казани, массажные салоны с расширенным списком услуг проверяли еще в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Пензии, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми. Полиция пресекла противоправную деятельность более 60 человек, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Денежные вознаграждения за услуги принимали как наличными, так и банковскими картами. Все для удобства клиентов. Всех задержанных проверили, в помещениях провели обыски. Все подозрительное и незаконное изъяли. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 и частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейскими проведены обыски во всех заведениях, изъяты денежные средства, которые были добыты преступным путем. В отношении шестерых подозреваемых судом избрано меры пресечения в виде ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде. К слову, статьи предусматривают от штрафа и принудительных работ за регулярное представление помещения для занятий проституцией и ее организацию до лишения свободы на срок до 8 лет за вовлечение в занятия проституцией.